Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Кто прямо едет, кто направо поворачивает, они стоят, и пробка вырастает до самой улицы Крымска. Анапа без пробок. Проблема разгрузки основных магистралей города-курорта рассматривается на краевом уровне. За столько лет ничего здесь не менялось, сейчас меняется к лучшей стороне. Ремонтом по бездорожью. По поручению Юрия Полякова в сельских округах продолжаются работы по восстановлению дорог. Мы вообще-то не первый год сюда приезжаем, и все время стараемся побывать именно на этой выставке. Блеск самоцветов в Анапе. Сегодня в рамках недели археологии открылась выставка уникальных украшений и изделий из камней. Начнем с главного. Губернатор Краснодарского краевения Амин Кондратьев намерен инициировать два краевых закона. Об этом он заявил сегодня во время заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Первый будет касаться так называемого джиппинга. Второй – ответственности собственников земли за противопожарную безопасность на их участках. Обе темы актуальны для Анапы. В нашем городе этим летом произошло несколько крупных возгораний. Глава города-курорта Юрий Поляков предложил создать в станице Благовещенской временный пожарный пост, а также обратил внимание на ситуацию в районе поселка Малый Утриш. Так называемый джиппинг – экстремальную езду на внедорожниках по природным достопримечательностям необходимо регламентировать. Об этом губернатор Краснодарского края Амин Кондратьев заявил в ходе заседания Краевой комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Необходим документ, который включал бы в себя требования к маршруту и транспорту, а фактически к безопасности такой услуги. Просто находиться в пустом правовом поле или в вакуумном правовом поле, которое не регулировать нельзя. Я одно понимаю, что может быть джиппинг и подлогные виды экстремальных услуг, свойственные только для Краснодарского края, для других регионов нет. Поэтому проблема так остро не стоит на федеральном уровне. Но для Краснодарского края она стоит остро. Поэтому давайте еще раз подчеркиваю ее, максимально быстро разрешим и к следующему курортному сезону такой закон должен быть. Еще один краевой закон должен понудить нерадивых собственников земли соблюдать правила противопожарной безопасности, проводить опашку, чтобы помешать распространению огня на соседние поля или лесные массивы. Алидаторы полей в том числе причастны к тому, что стерня начинает гореть. Они должны понимать, что в первую очередь несут ответственность, пусть перед главой муниципальных образований, в рамках взаимодействия за то, что у них на их полях происходит. Или, не дай бог, будет происходить точно, если будет возгорание. На данный момент в муниципалитете выпал объем осадок примерно в четверть прошлогоднего. Лето засушливое. Одна из проблемных точек – плавни. Около недели назад в станице Благовещенской произошел пожар. Специалисты отмечают странные обстоятельства. Глава курорта Юрий Поляков обратился в правоохранительные органы. Как это так? Одновременно в трех точках с разницей в три километра в плавнях загорается камыш. Ну как это может быть? Там нет ни охотников, ни людей, никого. Я кроме как диверсии назвать это не могу. По словам губернатора, сегодня необходимы конкретные действенные меры, а также предложения. Если разрешите два предложения – обратиться к руководству лесхоза и сказать им, что сегодня на территории Малого Треша на лесхозе находятся в порядке 300-400 автомобилей и более тысячи отдыхающих, которые находятся в лесной зоне у них, которые там жарят, парят, что угодно делают. Обратите их внимание. И хотел бы обратиться к Александру Михайловичу Трерыкину и попросить, чтобы разрешили хотя бы один наряд оставить в сельском округе станицы Благовещенской. Потому что время прибытия от Анапы до Благовещенской в условиях того движения, которое сегодня занимает, до полутора часов. В районе Малого Треша также тушили ландшафтный пожар. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв. Огонь не допустили до населенных пунктов. Юрий Поляков поручил активизировать патрули в сельских округах. По прогнозам синоптиков, жарко и сухо на курорте будет до середины сентября. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Как убрать заторы на дорогах и улицах курорта? Сегодня решали на заседании Краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Оно прошло в режиме видеосвязи. Вице-губернатор Анатолий Вороновский поддержал инициативы главы Анапы Юрия Полякова по разгрузке основных городских магистралей. Так, сегодня выглядит город с высоты птичьего полета. Даже не специалисту видно, что дорожная ситуация непростая. Съемки проводятся по поручению главы города-курорта Юрия Полякова. Задача – предложить меры по оптимизации движения на государственных автодорогах. Одно из них – организовать кольцевое движение в районе санатория «Россиянка» на выезде из города. А до того по маршруту предусмотреть на трассе четвертую полосу. Иначе они все стоят в одной полосе. Кто прямо едет, кто направо поворачивает, они стоят, и пробка вырастает до самой улицы Крымской. И до реализации предложенных выше мероприятий установить следующий режим работы светофорного объекта. Это укола «Россиянки» 9.0.25. Если можно, с 7 утра до 22 часов работа в режиме «Желтое мигание». И после 22 до 7 утра работа согласно установленной программе. Потому что мы обратили внимание с сотрудниками ДПС и ГИБДД, что в режиме «Мигание» движение происходит быстрее. По словам дорожников, что-то из предложенного можно реализовать уже сейчас. Что-то необходимо обсуждать. Вместе с тем ежедневно в час пик летнего сезона в Анапу въезжают десятки тысяч автомобилей. Вице-губернатор Анатолий Вороновский поддержал Юрия Полякова. Действовать нужно уже сегодня. Лучше главы, как я могу назвать, там никто ситуацию не знает. Кто-то с вами далеко, а он там рядом. И если касается вопроса финансовых средств, я думаю, что мы будем в администерстве просить дополнительные средства. Потому что вы видите, действительно, у нас трафик увеличивается. То, что касается города Куаро, то я считаю, что надо поддержать зло и помочь в этом плане. По словам заместителя губернатора, запланированное строительство северного объезда Анапы, также в районе Чембурки, не должно отменять дополнительных мер. Вместе с тем, все решения должны быть выверены. В ближайшее время их отдельно обсудят тем же составом. В свою очередь, Юрий Поляков поручил продолжить воздушную съемку дорожной ситуации до середины сентября, чтобы в распоряжении муниципалитета были объективные данные для принятия верных решений. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. У городских дорожников горячая пора. Накануне спецтехника зашла на улицы Станицы Анапской. По поручению главы города-курорта Юрия Полякова, сразу 11 улиц будут приведены в порядок. Работы уже начались. Где ждать изменения? В репортаже наших корреспондентов. Это переулок Пионерский. Грейдерная машина производит планировку и выравнивание улицы перед отцепкой щебнем. Ее протяженность более 400 метров. Уже сегодня сюда подвезут щебень. Чтобы уложить его слоем в 6 сантиметров, понадобится не менее 100 кубометров материала. Щебень доставляется с карьера у нас Шихарис и с карьера Верхнебаканский. То есть марка не ниже 600. Ну вернее 600 у нас согласно нашего контракта. Ну здесь даже немного выше. А это уже улица Лукьяненко. Здесь к обеду все работы были завершены. На отсыпку ушло порядка 170 кубометров щебнем. По словам местных жителей, особых неудобств они не почувствовали. Рабочие все сделали оперативно и аккуратно. Это для нас, для всех приятная неожиданность. Нужно отдать должное заботам администрации. Они в силу своих финансовых возможностей делают благо для людей. Любовь Михайловна живет на улице Совхозной уже более 40 лет. За это время ремонт дорожного покрытия здесь производился еще во времена Советского Союза. Конечно это очень приятно, потому что дорогу нам делали только тогда, когда был совхоз. И когда это все были домики совхозные. Оценили новое полотно и водители. Теперь в дождь. Здесь можно спокойно проехать, без риска попасть в яму. Уже хорошо. За столько лет ничего здесь не менялось. Сейчас меняется к лучшую сторону. Как раньше? Ну, не очень хорошо. Яма на яме. Сейчас вообще вроде уже хорошо. Пыли поменьше будет. Всего в станице Анапское отремонтируют 11 улиц. Девять из них отсыпят щебнем, а на двух уложат асфальтовое покрытие. Подрядная организация взяла на себя обязательство выполнить все работы досрочно, до 31 ноября. Сейчас в своей очереди ожидают улицы Лермонтова, Николаевская, Красная и Колхозная. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Роман Беркалеев. Анапа. Регион. Еще одной пешеходной дорожкой в Анапе станет больше. Во время недавней рабочей поездки по городу глава Анапы Юрий Поляков распорядился обустроить новый тротуар в районе Краеведческого музея. Ранее народная тропа проходила прямо через зеленую зону сквера. Так жители и гости города срезали путь на набережную. Теперь этот путь станет намного комфортнее. Специалисты Ремстроя уже установили в этом месте 105 погонных метров поребрика. На очереди укладка 84 квадратов плитки. Длина нового тротуара составит 52 метра. Ширина более полутора метров. Все работы планируется завершить к концу этой недели. И к другим темам. Анапа вошла в тройку самых популярных курортов бархатного сезона. Сотрудники туристического сервиса Тутуру проанализировали данные продажи билетов на осень и выявили самые востребованные направления. Анапа заняла второе место, уступив лидерство лишь Крыму. Как отмечают туроператоры, бархатный сезон – один из самых благоприятных для отдыха. Жара ослабевает, климат становится более комфортным. Температура воздуха колеблется в районе 25 градусов, а морская вода остается такой же теплой, как и в разгар лета. В бархатный сезон при лавке анапских магазинов переполняют свежие фрукты и овощи. В меньшую стоимость обойдется и сам отдых, ведь осенью можно найти номера и путевки по скидке. Анапа славится не только как один из популярнейших курортов Краснодарского края, но и как археологическая площадка. По информации туристического сервиса Твилру, Анапа занимает второе место по самым популярным археологическим находкам. Рейтинг был составлен с помощью опроса в социальных сетях. Туристы сами голосовали за наиболее интересные для них артефакты. Раскоп древнегреческого города Гаргипи собрал 18% голосов и выбился в тройку лидеров наряду с севастопольским херсонесом и рюриковым городищем в Великом Новгороде. Сегодня на территории археологического музея Гаргипи открылась уникальная выставка ярмарка «Блеск самоцветов». Каждый гость нашего города-курорта увозит с собой воспоминания о теплом море, южном солнце, бархатных пляжах. Впечатления, которые будут жить в душе еще долго. Не менее важны и подарки, которые дышат атмосферой жаркой Анапы. Здесь можно найти россыпь сувениров и украшений на любой вкус. В этом убедилась наша съемочная группа. Выставочная фирма из Санкт-Петербурга «Мир камня» представляет уникальные изделия из натуральных минералов уже много лет и хорошо известна и жителям, и гостям Анапы. Мы приезжаем в Анапу уже больше 30 лет, все время работаем в Гаргипи и готовы порадовать всех жителей, гостей курорта новинками. Такого в магазинах не бывает. Камни со всего земного шара, то есть от простых яшн, сердоликов, агатов до бриллиантов, изумрудов, топазов, сапфиров. Солнце в руках. Такое впечатление от изделий из янтаря. Теплые и душевные украшения из этого природного камня представлены в огромном ассортименте. Бусы, браслеты, серьги, а также фигурки для интерьера, которые станут отличным солнечным подарком. Для любителей стиля Боха-шик здесь есть красивейшие украшения из натуральных природных материалов – льна, семян, дерева и поделочных и полудрагоценных минералов. Причем можно заказать изделие по вашему вкусу и получить его, пока работает ярмарка, либо по почте. Во-первых, очень много изделий на любой кошелек, на любой вкус и молодежи, и пожилом и среднем возрасте. Мне кажется, найдут любую вещичку здесь. Мы вообще-то не первый год сюда приезжаем и все время стараемся побывать именно на этой выставке, потому что всегда можно приобрести, а для женщины украшения, мне кажется, это очень важно. Благородные опалы, их резопразы, драгоценные аметисты, изумруды и топазы – и все это в авторской обработке мастеров из Санкт-Петербурга, а также уникальные ларимары из Доминиканской Республики и камни из других уголков земли. Такой обширный выбор украшений великолепной огранки придется по вкусу самым требовательным покупателям. Интересны и изделия ручной работы из кожи и натуральных камней, эксклюзивные сумочки, а также кольца и браслеты из лазуриты и агата. Изюминкой выставки являются редкие коллекционные камни в авторском исполнении – берилы, турмалины, топазы, редко где можно встретить серьги из бивня моржа с бриллиантами или кольца с кораллами. Открыть для себя мир камня и приобрести уникальные подарки для себя и любимых можно на выставке ярмарки «Блеск самоцветов» с 15 по 24 августа в археологическом музее Горгепия по адресу Набережная 4 ежедневно с 11 до 19 часов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254.